Привет, ребята, опять-таки, и в этом видео вам расскажу, как я съездила на всероссийский медиафорум в Казань, а также, что я там делала. Ну, обо всем по порядку. Поехали! День только начался, я уже устала, но я уже приехала в Казань, это уже неплохо. Мне сказали, что мы будем жить в отеле Сафар. Я понятия не имею, что это за отель, но в итоге поехали, посмотрим. Сейчас у нас заказать такси, да. Закажем такси и едем в Сафар. Так, ну все, Даречка, печалила. Мне дали вот какие-то два ключа. Я не понимаю, что это за два ключа. Обалдеть. Нет, нет. Что это значит? Уже проблемы. Соседи дома. Я вот не знаю, сказали, что он все равно должен включаться. Что нам делать? Если там уже кто-то есть, значит, уже как-то коннект не пошел. Что вот карту вставляешь, и красненьким должно загореться, и типа ты можешь зайти. А, я помню, когда я перевернул, было красненькое. Нет, в том-то проблема. Я думаю, что тут магнит стоит, но не косметик при этом. Вы тоже 601-я, только не говорите, что вы 601-я? Нет? Ладно. Как жарко. Вам повезло, вам повезло. Мы уже съездили, в общем, вниз. Сказали, типа, мол, карта у вас не работает, что нам делать? Они нам, типа, как-то их там махинации какие-то сделают, типа, размагнители, замагнители. И опять в итоге ничего не получается. Позвали уже старшего, это старший, походу, позвал еще старшего. В итоге мы всех ждем. А я попасть не могу, я уже устала. Я не хочу третий раз пускаться, что мы делать? Сейчас позвоню в своем органазаторе. Ну, что сказали, как будем делать? Сейчас позвоню в кого-нибудь. Еще старшего, да? Давайте все соберемся, открыли мне дверь. Так, еще раз, еще раз, давай. Она просто в косяк врезается очень сильно. Вот это шок-контент, извини меня, конечно. Видишь, тут даже царапины есть на косяке, потому что дверь слишком плотно прилегает. Дай петь. Плотник. Будем дружить с тобой. Пока я регистрировалась, мне дали вот такой вот кейс. Я сказала, это мне. Во-первых, тут можно положить свой телефон-раскладушку при 2008-й. Она пахнет прям, знаете, ух, атас. Что тут? Давайте анбоксинг моих подарков. Тут подарили пауэрбанк. У меня уже есть пауэрбанк Аталины, но чем хуже пауэрбанк один от двух пауэрбанков? Дальше. Вот, опа-на. Тут дали... Ух ты ж. Дали такой крутой ежедневник. Записывать а-ля Малескин, причем он как бы брендированный. Потому что под форум. Листы, знаете, такие а-ля Винтаж. Ну, помните, Винтаж, да? Да, Ева, я любила тебя. Что дальше? Ручка. Вот, брендированная ручка. И самое главное, меня спросили, какой у меня размер. Я говорю, а какой самый большой? Как бы я люблю попростой, но я сама дам это не маленькая. Дали такую приятную, наверное, в носке. Рубашка пола это называется. Как я обожаю халявные вещи. Форум еще не начался, а уже неплохие такие впечатления. Мы посмотрим, что будет вечером. Вечером она такая, ай, мама, я хочу домой. А еще, пока я заселяюсь, расстелаюсь вообще, как тут жить по эти 4 дня, заметила такой прикол. Смотрите. Ну, во-первых, у нас красиво видно на стройку. Как бы я-то думала, что обычно рамы-то могут открываться наверх. И вот так вот, Настюш, ну что вы думаете? Только Настюш, только хардкор. То есть, вот, хочешь проветрить, открывай полностью. А вот наверх нельзя, вот наверх нельзя. Но есть вентилятор, между прочим, и ух, заживем. Потом нас повезли на экскурсию по Казани, поэтому следующие 15 секунд будут подборка красивых кадров. Ты знаешь, это татарский Диснейленд. Зиля, как тебе дела? Мне не нравится то, что экскурсию по Кремлю заменили этой деревенькой. А что, не будет экскурсия по Кремлю? Нет, а наше говорится. Здесь походи, чем по Кремлю, потому что по Кремлю я походил... О, что ты говоришь, да? В том, что я неделю назад, да, но точно такой же экскурсия, прям, зачем-то очень любенько. Зато я сечу по-чмак. Это уже... Я видео снимаю, это что? Ужасно, ужасно. А, я думала, что лапша. Что-то... Какая прелесть, человек. Как будто ты живешь в Татарстане, ты же не знаешь, что такое чак-чак. Так, это тоже татарский Диснейленд? Это контент, это контент. Мужчины, уйдите. Это помните паровозик, который смог? Так, так, облава, облава. Заходим, заходим. Аккуратно. Так, заходим. Неси. Кто участвует в голосе? Кто? Не участвует, а в жюри сидит. Шнур. Шнур? Шнур. Серьезно? Да. А еще кто угадает? Меладзе? Валерий? Константин? Мои любимые братья. Затем у нас начались лекции с наставниками своего направления. У меня направление видео, если что. Вот смотрите, у меня вот возник вопрос, так, Вэш? По человеку самого очка, скажем так, да? Вот есть какие-то базы, основы, которые все-таки нужно знать, да? То есть это какие-то правила. То есть это нельзя нарушать. Окей, мы это усвоили, а что делать дальше? Нужно ли что-то смотреть уже дальше художественно или как дальше? Тем временем первый день и не думает вообще заканчиваться. Я абсолютно не знаю город, я знаю только сесть как на метро, что-то какая-то козья слобода. Я еду к девчонкам на новоселье, у-ху, я же не устала ни в сколько, но когда шанс. Мы же, блин, в челнах-то не можем потусить, поэтому нам нужно встречаться в Казани. Я первый раз сейчас вообще поеду на метро. До чего дали докатилась, ай, едет в метро. Все, все, скоро будет вообще чекуля так чекуля, никакие челны не остановят. На самом деле я очень люблю челны. Казани до сих пор пока не очень сильно симпатизируют. Так вот, да. Мама дорогая. У меня просто взрывало, 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 правда. Вот такая красота, красота, смотрите, лиц, зреть. Ух! Идут красавицы-то, а! Обалдеть, нам челнов-то мало! Ну-ка, красиво продемонстрируйте свой лук. Ну-ка, раз! Лук, показали свой, раз! Это было от готовки шарлотки. О, да! Что, блин, я не думала даже сюда приезжать. Но я думала, что к вам приеду, да? Но сначала я хотела, честно, было на вас, типа, а-а-а-а. Нет, понимаешь, что вообще так все повернуло, что, блин, я оказалась в Казани. А-а-а-а-а! В Казани! В Казани! В Казани! В Казани! В Казани! В Казани! Короче, меня поселили в отель! В Казани поселились! Ты сначала скажи, что ты вообще тут делаешь! Я на форуме! Я на форуме! В каком? На всероссийском каком-то по-виде. Ну, короче, медиа-контент, медиа-пространство. И прикол в том, что чувак приехал, оператор, с первого канала, говорит, блин, я не знаю, что завтра проходить вообще. Он говорит, ну, вы вопросики позадавайте, мол. Девчонки, давайте обнимемся! Серьезно, как бы мы не думали, что сейчас встретимся в Казани. Да, вот думали, мы планировали это. Но точно не сегодня. Сегодня такой день. Она просто предложила. А, да. Сама предложила. Но мы вместе предложили, как. Скажи, это твой универ? Это твой универ. Твой универ, да. Лично твой? Да. Красивый? Как и ты? Я здесь обучалась. А почему учишься? Языкам и настроям. И инглиш? Или нет? А ты еще как-нибудь пришли к Балиховскому? А я учусь вон там, мы там не были. Потому что она нас это... Вообще, ух, плохая ты. Карин, что скажешь? Поехали. Поехали. Сейчас девчоночки меня позвали. Почти 12 часов ночи есть шарлотку. В итоге они ее не приготовили. В итоге все на нуле. Все на нуле. Лампа не горит. Лампа не горит. Тут не особо горячо. Блин. Я не знаю, что делать. Я тебе говорю, лучше бы посидели, либо погрызли яблоки с чаем, было бы нормально. Может, лампочка что-то втупит. Опа. 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 Пошла вода. Опа. Опа. Ну-ка, поближе. Карина, ты вообще... Работает? Надеюсь, да. Но она жужжит. Значит, работает. Не только кулинарка, а не только кулинарка, но вот все-таки садоводчица-то. А я что, думала, ты-ка в духовке сделаем? Ребят, я вообще не знаю, что с этой духовкой делать. Слышите? Не удалось твоей кулинарной изысканной почистить. Почему я только один иди сюда, а чего намучаюсь? Ты решила как ее жарить, с яичницей так прокатывать? Окей, а ты думаешь, что... Ты знаешь, как конкретно это было? Нет, я не знаю. Давай позволим твоей маме. Она спит. Я не знаю, что с ней делать. Вроде работает, только лампочка почему-то не горит, а время все равно будет. И он же жужжит. Подождите меня. Так вот, что я готова? Кукинг. Это вот вы готовили два часа, да? Потеряли два часа. Вот это шок-антэкт, мы решили это сделать. Обалдеть, воняет неистово. Это амолед? Как же я, блин, устала. А тем временем уже наступил второй день, и я немного хрипла, или я начинаю заболевать, или я вчера много наговорила. Этот день обещают быть насыщенным, потому что, во-первых, мы продолжаем работать с нашими спикерами, кураторами, как назвать. Также приезжает интересный человек из канала Громкие Рыбы, который я смотрю, которыми я слежу. Мне нравится их видео. А еще нам сказали, что мы поедем в поле. Синокос! А тем временем уже наступил вечер, смотрите, какая красота, аж не могу поднять ногу. Мы успели посетить несколько различных... А, комары! Вот минус, то, что мы находимся в поле, тут очень много комаров. Я успела посетить какой-то интерактив, какую-то лекцию про то, что страхом хана. Сегодня, как я поняла, нас привезли на закрытие софа. Ой, я вообще не в зуб ногу. Что такое соф, по крайней мере? Они живут в палатках. Я действительно была очень немножко таки поражена, как они живут в палатках. Но, во всяком случае, это такой образ жизни. Нас кормят просто отменно. Мама, если ты это смотришь, не переживай. Я с этатом, шведский стол, прям мамма миа! Такая движуха тут. Кто-то играет в PlayStation. Кто-то поет песни под гитарой. Кто-то просто общается, кто-то стреляет из лука. Самая интересная история, которая происходила у тебя во время фотосъемки. Я прихожу на съемку, у меня девочка отдаёт деньги и говорит, я пошла. Я говорю, в смысле? Она говорит, я не буду, говорит, фоткаться. Что, серьезно? Реально она мне дала деньги и уходит. Я говорю, Ален, подожди. Я говорю, все, Аня, я не буду. Она записалась на съемку и говорит, я думала, переборю свой страх, но нет. У них что-то пошло не так. И она отдадала деньги и ушла. Что за легкие деньги? Еще я вот недавно снимала свадьбу, у меня просто молодожены не пришли. С Мэйс или не пришли? Они что, не дошли до ЗАГСа? Да. Серьезно? Нет, до студии. Он ездил в парикмахерскую на укладку. И, короче, опоздал. Жених едет на укладку. И готова, на самом деле. Наш голову поможет уже хорошо. Жекам реально сложно. Никогда-никогда ты лысый полотна наполовину. Я всем там, знаете, модные укладки, которые вот так делают? Нет, там этого нет. Там ежик. Там реально под ежик. А серьезно, я вам говорю, да. Я не знаю, сколько вы там причесывали, но там нет укладки. Особо совсем. Мы тебе заплатили. Да, конечно. Ты хороший поток. День третий. Я успела так нормальненько заболеть. Сегодня заключительный день, во-первых. Уже успели побывать, так как наши наставники. Да, сегодня мы продолжали разбирать, как бы, видео с операторской точки зрения. Вот. И еще также вела лекцию Алина Сакаева, она у нас работает на первом канале, корреспондентом. Да, сказали, между прочим. Очень интересная девушка. Много интересного рассказала. Задорная, веселая, прям как я люблю. Вот. А я люблю такое. Сегодня у нас закрытие, скажем так, форума. Поэтому осталась одна лекция. И все. Как бы закрываем. Все. Примерно 70-80% продаж в России это красные розы. Желтые покупать нельзя. Почему? Потому что одна женщина спела песню. Желтые кирпаны, весенники разлуки. И поэтому желтый цвет в стране убили просто, да? Я надеюсь, это будет очень интересный блог. Это шок контент. Так, быстро, так, пока, пока я не забыл. Что? Короче, тебе знаешь, что надо сделать? Тебе сейчас надо сказать, когда выйдет это видео. В скором времени. Когда? Точно дату. В блин, я не могу точно дату. Быстро. Ладно, точно в начале сентября, окей? Ну все, битэ. Битэ, да. Я хотела, что не было раскатываний. Не было раскатываний. Не раскатываний. Как тебе трек? Тебе нравится? Да. Мелодичная, да? С душой. Маша, вот ты не шаришь в это. Но так как еще сегодня совпало, что 30 числа день республики, поэтому сегодня с 8 утра они уже что-то репетировали, причем не какие-то татарские мотивы, а прям как будто, знаете, отрывки из оперы. И сейчас я думаю пойти на салют, так как все закончилось, я получила, между прочим, как бы, сертификат, что я все-таки тут была, получила образование в целых 16 академических чайцов, вот, поэтому сегодня тусю и завтра возвращаюсь в челны. Короче, смотрите, вот вы видите красный свет, да? Так. Так, пока люди шли, все это время был красный огонек пешеходного. И фишка в том, что пока всех разогнали, уже опять, прогарив, зеленый. Короче, это будут, водители будут видеться, стоять в этой пробке, вот. Да, бедные водители, да. Не любят, наверное, этот день уже. Конечно, они очень любят. Они вот прям сейчас воруют томатов, вот, поэтому... Очень, очень много народу, вот, реально, очень много народу, я даже не привыкла. Я вообще сам в шоке. Я поэтому не люблю такое скопление людей. Но мы идем в самую толку. Я не знаю зачем. Мы идем на салют. Ну, а на этом видео подходит к концу. Спасибо огромное, что вы досмотрели его до конца, потому что, ну, что-то как-то вышло все очень долго. Если вы хотите поддержать мое творчество, то ссылки есть в описании. Также есть все песни использованы. Всегда я все пишу интересное в описании, поэтому заглядывайте туда. Также пишите свои комментарии, я их обязательно себе прочту и отвечу. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!